2 миллиона рублей при переезде на село. Таков размер поддержки для врачей, желающих стать земскими докторами. В одном только Кайгородском районе 8 человек стали участниками этой программы. Трое из них переехали в муниципалитет в прошлом году, когда сумму выплат увеличили вдвое. Виктория Денисова пообщалась с медиками. У Кайгородской школы наконец появился свой врач-стоматолог. Фаина Багина работает здесь около 4 месяцев. Полгода назад девушка закончила медуниверситет в Архангельске, после вернулась в Коми. Здесь девушке предложили стать земским доктором. Она и согласилась. Брала целевое направление от Минздрава в республике Коми. И конкретно от этой больницы я сюда ездила на практику. И в период практики мне предложили как вариант, что можно диссертаться и участвовать в этой программе. Программа «Земский доктор» действует с 2012 года. По условиям специалист на 5 лет едет работать в село. И при этом единовременно получает материальную помощь – 2 миллиона рублей на приобретение жилья. В 2020 году у нас пришло 3 врача, 2 стоматолога и 1 врач-реаниматолог. Я считаю, что именно благодаря этой программе большую часть своих кадровых проблем мы можем решить. Едут в село не только молодые врачи, но и специалисты с опытом. Евгению Дубинину – 57. В 1986 окончил медфакультет в Архангельске. По распределению приехал в республику Коми. Здесь и остался. Работал в республиканской больнице, на станции скорой помощи. А в прошлом году перевелся в Кайгородскую ЦРБ. Тут все это отлажено. То есть очень приятно и хорошо работать. Это в том плане, что где-то, скажем, организационный момент плохо сработан. Там много, естественно, суеты и лишних движений. Здесь все отработано, так как и рекомендуется. Сегодня из 29 врачей Кайгородской ЦРБ почти треть – земские. По истечению контракта большинство останется на местах. Но нехватка специалистов, к примеру, офтальмологов, все же еще есть. Но на эту вакансию уже претендуют двое. Стало быть, программа работает и работает успешно.